Жителям Сыктывкара все-таки удалось отвоевать спорный участок возле Стефановского собора, отданный под возведение торгового центра. Напомним, история вызвала общественный резонанс. Люди даже вышли на митинг и организовали сбор подписей под обращением к главе коми. Следующей инстанцией должен был встать суд, однако проблема решилась мирно и в беспрецедентно короткие сроки. Как узнала Ольга Коняева. На трехсторонней встрече директор строительной фирмы Андрей Ещенко подчеркивает, мировое соглашение подписано по доброй воле. Жители удивлены, ведь готовились к активным действиям. Весь месяц, знаете, как на пороховой бочке. Я уже старалась забыться. В принципе, двухэтажное здание, я уже до того дошла, но думаю, ну не коснется она меня, у меня пятый этаж. Я уходила в другую комнату, чтобы этого всего не видеть безобразия. Эта история началась еще в 2009-м. Тогда столичная мэрия утвердила выбор участка под строительство торгово-офисного здания. Однако спустя год депутаты города разработали правила землепользования, по которым площадь перед Стефановским собором отнесли к территории общего пользования. Но спорный кусок почему-то передали в аренду. Нарушения, говорят юристы, скорее всего, были уже на этом этапе. Я думаю, надо начать там с самого начала. То есть с процедуры предоставления земельного участка, с процедуры утверждения выдачи градостроительного плана земельного участка, возможно ли там было, с изучения регламента администрации, с непроведения публичных слушаний. Разрешение на строительство компания получила только через арбитражный суд. Однако инстанция не рассматривала законность подписанных ранее документов. А в октябре этого года на участке развернулась строительная площадка. После чего и посыпались жалобы в прокуратуру, иски в суд, обращения к депутатам и главе КОМИ. Сегодня на спорном месте нет ни забора, ни строительной техники. Жильцы соседних домов вздохнули с облегчением и просят разбить здесь сквер. Облагородить площадку администрация поручила все той же строительной компании. Как говорят и местные, планы на обустройство участка были и раньше. И вопрос вроде как считался уже решенным. Все-таки вот там находится у нас соборная площадка. В 2007 году здесь все насудители уже подходили к вам, вы тоже тогда были, чтобы там устроить сквер, вот именно на том же месте. В 2004 году эта соборная площадь уже вошла во французский путеводитель, который был уже презентован. В свою очередь, мэрия и совет отзовут все иски к компании. Кроме того, застройщику могут вернуть уплаченные за аренду деньги. Правда, пока ни сроки, ни суммы официально не озвучены. Главное, конфликт исчерпан без долгих премий. Я думаю, что и совет города, и администрация все-таки нашла бы те аргументы для суда, которые бы позволили все-таки вот этот данный договор расторгнуть. Но это была бы уже такая длительная, кропотливая работа юристов из той и с другой стороны. Судьбу площадки теперь будут решать, опираясь на мнение общественности. И, возможно, с наступлением теплой погоды площадь перед главным собором республики обретет благородный вид. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!